Ввиду роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ярселе изменился график работы ряда организаций. Так, в администрации сельского поселения для заказа и выдачи справок, выдачи товарно-материальных ценностей и обращения граждан по различным вопросам, необходимо позвонить по телефону 303-00, 306-00 или 344-90. В физкультурно-спортивном центре «Лидер» временно пристановили все тренировки спортсменов и закрыли посещение спортивных секций. В дистанционном режиме работают объединения центров нешкольной работы. Также в дистанционном формате будет проходить работа с воспитанниками Центра национальных культур. Кроме того, в этот период планируется выпускать мастер-классы для общего обозрения. Все мастер-классы и информацию об изменениях в расписании работы учреждений можно отслеживать в официальных группах в социальной сети ВКонтакте. Центр занятости населения также продолжает работу с населением по предварительной записи по телефону 304-17 и 301-86. Также есть возможность составить обращение посредством интернет-порталов госуслуги «Работа ЕНАУ» и «Работа в России». В военном комиссариате Ямальского района состоялась первая отправка призывников на сборный пункт. Ранее четыре человека, признанных годными к военной службе, явились для прохождения медицинского осмотра и получения военных билетов. В этом году большое внимание уделяется правилам противовирусной безопасности. Значит, сейчас они убывают в окружной военный комиссариат на пункт сбора и уже оттуда будут убывать на окружной сборный пункт в городе Ноябрьском. Соответственно, будут там все ждать. На всем пути исследования будет осуществляться контроль за температурным режимом, за какими-то симптомами. Перед отправкой призывники получили одноразовые маски для периодической замены по маршруту следования. Также состоялся вводный инструктаж о правилах поведения на маршруте следования и на самом окружном сборном пункте. Также призывники получили полную информацию о том, как будет проходить распределение в войска. Сиехинка Наталья Солиндер собирается принять участие в шоу «Последний герой» на канале ТВ3. Об этом женщина заявила в видеоролике, который очень быстро разошелся по всем самым популярным пабликам. Наталья Тимофеевна работает в администрации муниципального образования село Сиеха, специалистом по правовым вопросам. У женщины двое детей. Всю свою жизнь Наталья прожила в Сиехе. О том, что на любимое шоу объявлен кастинг, Наталья Тимофеевна узнала из интернета в группе ВКонтакте. Прием заявок еще идет, после чего судьбу будущих участников будут решать зрители. Из 50 лучших, прошедших во второй тур, в итоге выберут только 8. Именно эти 8 человек и станут участниками шоу. Им предстоит выжить на острове без благ цивилизации ради главного приза, который достанется лучшему из лучших. Что попасть вот на этом этапе, значит, все зависит от количества набранных лайков, репостов, комментариев. Чем их больше будет, тем больше вероятность, что меня заметят и пригласят на второй тур. 10 ноября страна отмечает День сотрудников органов внутренних дел. На сегодняшний день в задачи полиции входит охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений и розыск совершивших их людей, борьба с терроризмом, экстремизмом и распространением наркотиков, контроль за оборотом оружия, а также обеспечение безопасности дорожного движения. На 2020 год численность сотрудников Ямальского отдела составляет около сотни человек. Все они ежедневно выполняют свой долг, чтобы на улицах поселков были спокойствие и порядок. Многие, кто несут свою службу на территории района, зарекомендовали себя только с лучшей стороны. И каждый из них унес свой неценимый вклад в охрану законности и правопорядка на вверенной территории. Как благодарность за многолетний и самоотверженный труд сотрудники Центра национальных культур подготовили видеооткрытку для Ямальского ОВД, в которой со словами поздравления к коллегам обратился начальник ОМВД России по Ямальскому району Сергей Стеблянко. Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, в этот знаменательный день, день сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Искренне и от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам, вашим семьям, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Личный состав ОМВД по Ямальскому району надежно стоит на страже общественного порядка и безопасности граждан, прикладывает все усилия для торжества закона и правопорядка. Многие встречают его на боевом посту. Каждую минуту покой жителей и гостей района охраняет сотрудники оперативных подразделений, следствия, дознания, участковоуполномоченных, государственные инспекции безопасности дорожного движения и многих других служб. Именно они непрерывно приходят на помощь к людям, охраняют общественный порядок, защищают граждан от преступных потягательств. Кроме того, в районном центре в честь праздника состоялось возложение цветов к мемориалу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В мероприятии приняли участие глава Ямальского района Андрей Кугаевский, начальник УМВД России по Ямальскому району Сергей Стеблянко и представитель Совета ветеранов. Ветеран органов внутренних дел Михаил Крылов.